Антонина Шуранова была обаятельной и запоминающейся актрисой. Лучше всего ей давались роли интеллигентных женщин, выделяющихся грациозностью, красотой и милым голосом. Антонина Шуранова появилась на свет в Севастополе, в 1936 году. Актриса очень смутно помнила своего отца, он погиб на войне, когда ей было шесть лет. В середине 44-го года семья Шурановых перебралась в Ленинград. Там Тони начала увлекаться греблей и изучением животных. Ей даже доверили шефство над верблюдом в местном зоопарке. После окончания семилетки Шуранова устроилась на работу садоводом, так как зарплаты ее мамы не хватало для того, чтобы прокормить и одеть трех дочерей. Совместно с работой Тони посещала Эрмитаж, где брала уроки живописи. Антонина Шуранова частенько проходила мимо театрального института им, Островского, и каждый раз ее преследовала одна и та же мысль. А может попробовать поступить? Но эти мысли вызывали у нее лишь смех. Она считала себя слишком некрасивой для театральной сцены. Однажды объявление о наборе учеников в этот вуз оказалось прямо под ее ногами. Антонина Шуранова была очень суеверна и посчитала, что сама судьба намекает ей действуй. В этот же вечер она начала готовиться к поступлению. Выучила два стихотворения и декламировала их перед младшими сестрами. Антонина Шуранова стеснялась и тряслась на экзаменах, но все-таки смогла поступить. В кино Антонина Шуранова могла появиться уже на первых курсах института. Кинорежиссеры неоднократно давали ей возможность сыграть второстепенные роли в фильмах, которые в итоге становились, как говорится, культовыми. Актрисе мешало лишь одно, она внушала самой себе, что природа не даровала ей внешней красоты. Она боялась, что выставит себя посмешищем на всю страну. Когда актриса обучалась на последнем курсе, в вуз пришла ассистентка легендарного режиссера Сергея Бондарчука, которая набирала актеров среди студентов для съемок картины «Война и мир». Антонина Шуранова, по мнению ассистентки, идеально подходила на роль княжной Маре, но студентка сразу дала понять, что сниматься она не согласится ни при каких условиях. Вскоре в деканат позвонил сам Бондарчук и попросил повлиять на решение Настырной Шурановой. Ей пригрозили отчислением за несколько недель до дипломной работы, и актрисе, понятное дело, пришлось согласиться сыграть эту роль. Съемки ей понравились, и с тех пор Антонина Шуранова с радостью соглашалась на предложение режиссеров. Правда, только в тех картинах, которые цепляли ее сюжетом. Например, ее восхитительную актерскую игру можно увидеть в фильмах, Чайковский, странные взрослые, дело сердечное и неоконченная пьеса для механического пианино. Достойного мужа Антонина Шуранова нашла не сразу. Сначала актриса стала женой своего однокурсника, но через пару недель они уже развелись. Вторым мужем актрисы стал врач, которого она очень любила. Развестись пришлось из-за супруга, который считал, что женщины должны заниматься домом, а не лицедейством. Актриса почувствовала себя счастливой и с третьим супругом, превосходным актером Александром Хочинским. Пара долгое время жила в маленькой съемной коммунальной комнате. Порой голодали из-за того, что откладывали почти весь гонорар на покупку нормальной квартиры. Жили бедно, но дружно и весело, говорила Антонина Шуранова. Единственное, о чем жалела актриса, так это то, что она не смогла заставить мужа отказаться от выпивки. Когда Хочинский встречал на улице своих поклонников, он звал их к себе в гости и предлагал выпить. Актриса признавалась, что практически каждый день у мужа появлялись новые друзья. Ей такие знакомства, конечно, не нравились, но в этом был и плюс. Поклонники зачастую возвращались. Только не для того, чтобы выпить, а просто навестить или что-то подарить в знак благодарности за сыгранные роли. В годы перестройки Александр Хочинский начал жаловаться на состояние здоровья. С помощью врачей он пошел на поправку, но сразу после выписки снова потянулся к бутылке, при том, что врачи строго запретили ему пить. В 1998 году, актер из-за своей дурной привычки ушел из жизни. Антонина Шуранова стала замкнутой, когда овдовела. Она практически не выходила из дома, разве что изредка играла в спектаклях. Ей была нужна поддержка коллег. В нулевых у актрисы диагностировали раннюю стадию рака. С большой вероятностью Антонина Шуранова бы вылечилась от болезни, если бы того захотела, но она отказалась.